Мне не нравится, что вы не снимаете. А, ну ладно, ну прочь вы прочь. Тогда вы уберите телефон. Бери камеру от меня. Я тебя не просил уже, скажем. Поверни, сделайте. То же самое, как я. С целью, то что я безопасен в Сыринке. Мы просто не хотим, чтобы мы были. С целью безопасности. А, только зачем подходите тогда? Будут сотрудники полиции, ФСБ и других спецструктур. Свои обязанности тоже не так. Работаем. Это твой район, да? Давай, смотри, что у тебя тут район. Поверяем. 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 Давно этот рынок здесь? Так, ну рынок где-то года, наверное, 4. Вот, до этого тут был супермаркет. Вот, потом сделали рынок. Смотри, я вижу, вижу. Можно я вижу клубничку здесь. Да. Да, это так, блок у нас. Про что? Про рынки. Про рынки, да, про всякое такое. Ну просто, ну, рынки, где бываем, что делаем. Это, ребята, да. Убитись, убитись. Меня снимать не надо. Уважаемый. А что такое? А что случилось с вами? Я против. А вы кто? А? А вы кто? Артем. Артем Павлович. Артем Павлович. А почему вы против? Можно вас узнать? Ну? Почему вы против? Я не рад, что вы не снимаете. А, ну ладно, ну против вы против. Ну ладно, уберите телефон. Зачем? Вы мешаете, давайте попозже, да. Странный охранник, ребят. Пойдем. Черный корт тут есть. А вообще такие рынки у меня, знаешь, больше, чем предминают типа Алиэкспресса. Угу. У нас тут такие товары. Всякие мелочи, да? Ну да, такие мелочи. Мальчик, а вам разрешение будет? Да, да. 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 Помидорчики такие. Что, пиво, что ли? А, да, пиво. Пиво. Я думаю, у меня алка какая. Да, бейер. Тебе, кстати, знаешь, чем мне кажется? Дарюсь лицензией для пола. У меня тоже так кажется. Сейчас я беру инфекцию про вертацию. Вы знаете, что? Я хочу определить, смотрите. Я знаю коры, я покупаю по 300 рублей. А здесь по 150. Вопрос. Я говорю, да. Что, что-то? Бери камеру от меня. Я тебя не просил уже сказать. Это домашний, там все. Поверни их, видите. То же самое тебе дашь. Что такое, что у вас случилось? Я еще, поверните, от меня. Что у вас случилось? Я хотел бы уточнить, с какой целью вы съемки проводите и кто вы. Хорошо. А вы с какой целью интересуетесь? С целью, то, что я безопасен в сыреке. Ладно, давай я вам ответим. На блогеры. Я понимаю, ребят. Здесь частная территория просто. Если вы хотите проводить видео... А нельзя снимать у вас? Нет. Это просто частная территория. Понимаете? Ну, то есть, снимать можно, но это просто частная территория. Это частная территория, да. Вам надо было подойти, решить этот вопрос. Да что ты, черт побери, такое несешь. А кому? С администрацией на проведение видеосъемки, фотосъемки. То есть, вопросы берем согласовуюсь через полосу административную. Данная территория частная. Объяснить вы не можете, да? Никто запрещает или не запрещает вам, но надо это согласовывать. Ну, скажите, администрация, что мы здесь походим, поснимаем, мы у нас лишний блог. Нет, я понимаю, что я ничего не буду говорить, ребят. Это вам нужно. Ну, и нам, как вы знаете, если вам нужно, то вы как бы идите. Я еще говорю, ребят, я в цели безопасности, я еще раз говорю, в цели безопасности рынка и данного объекта, прошу вас, либо покиньте, либо подойдите к администрации. Посмотрите, если захочет администрация, позовите ее сюда. Мы здесь пока ходим, мы свой личный блог записываем. Я еще говорю, вы можете подойти. На мнение, понимаете, выходите куда-то, кому-то нет смысла. Если захочет администрация, пусть идет, я ему объясню, что мы с ним. Все. Как плохой! Я еще раз говорю, просто это частная территория, просто. Я с целью безопасности запрошу его. Вот, раз, вы улыбался. Сами понимаете. А съемка это небезопасно, что ли, что-то? Я сейчас ничего не знаю. Что такое, мы что-то не ходим, никому не пристаем? Ребята, я еще раз говорю. Я не знаю, с какой целью вы это делаете. Для чего это проводится, видеосъемка? Если бы это было согласовано, вопросов не было. Вы снимаете без согласования. Я еще раз говорю, молодой человек, с целью безопасности данного объекта, я не знаю, кто вы, с какой целью это проводится, видеосъемка. Вот именно, что вам ответили, у вас есть вопросы? Я вам тоже ответил, что мой был. Я вам тоже ответил. В целях безопасности. В целях, что приходилось, сказал, мы снимаем свой блок. Я согласен. Но вам надо в целях безопасности. Только зачем подходите тогда? Понять, говорите, и все. Да, подожди. Ребята, что здесь происходит? Я не знаю, что происходит. А, правильно, подождите. Скажите, что здесь происходит? Почему я? Что нормально? Меня снимают, подходят какие-то граждане. Поэтому я не знаю, что хоть целью. Отреагируйте, пожалуйста. Огородите меня. Вы же видите полицию, пожалуйста. Почему я пришел на выживку? У меня снимают. Я разговариваю с продавцом. Я его снимаю. Нет, говорите. Запечатлели наш диалог. Как будто они уже знали. Да, с камеры выходят. Да. С одним с другом, один говорит, что должен сотрудник Чопов, который представляет удостоверение, а другой не должен. И вот он тоже. Как, не знаю, он не может работать, что-то еще не будет. Говорит, не помню. Как? Можете сотрудник полиции, ФСБ и других спецструктур свои обязанности тоже знать? Он работает. За это увольнение. Если они попадают к такому надоедливому, он настаёт, чтобы его уволили. Потому что как я могу жизнь доверить своей, своего ребенка, человеку, который не знает закон. Представь ли это? Вот теперь, жене, что я должен сказать? Жена, не ходи сюда в этот рынок, потому что охранник не знает закон. А вы здесь работаете, да? А? А вы какое имеете отношение к этому? Кто? Вы, к рынку, к этому. Просто работа. А что? Нет, ну, к охране вы имеете какое-нибудь отношение? Ну, это же не красиво, когда моя жена ходит сюда с детьми на рынок, а охранник не знает свои законы и прав не знает. Это же неправильно? Ну вот, ты что сказал, я не знаю. Я случайно оказался в форталите. Ну вот я спросил, я сам не знаю, обязан ли по закону о частной охранной деятельности сотрудник ЦОПа предъявлять потребные гражданину в своем усмирении? И он отвечает, говорит, я не знаю. А это первое, это статья 1. И как человек, если не знает? Подождите, мы живем в государстве? Мы хотим жить в правом государстве? Или там не знают, там не знают, там нарушатся? Там чуть-чуть нарушатся. Все знать невозможно. Но свои права и обязанности... Продолжение следует... Продолжение следует...